Девушки отдыхают Доброе утро всем, спасибо, что пришли. Я думаю, что я построю свое вступление следующим образом. Сначала 25-30 минут презентации про платформу Facebook, и потом, я думаю, у нас будет порядка 10-15 минут на вопросы и ответы. Соответственно, как я вижу, вот есть микрофон, наверное, вот туда, то есть стойко, туда поставят микрофон, и можно будет подходить и задавать вопросы. Соответственно, я занимаюсь развитием бизнеса Facebook в СНГ, и самой важной частью, наверное, бизнеса Facebook является платформа Facebook, про которую я сейчас вам расскажу. Расскажу о новостях на платформе, о том, что мы сделали, и о том, что планируем делать на платформе. Первое, самое интересное, это то, каким образом рос Facebook. Сейчас Facebook пользуются 845 миллионов пользователей в месяц во всем мире. При этом из них 425 миллионов пользователей пользуются Facebook на мобильном. То есть часть из этих 425 миллионов пользуется Facebook только на мобильном, ну и, безусловно, значительная часть пользуется Facebook и на мобильном, и, собственно, на десктопе, на своем компьютере. И здесь, вот, собственно, видно, каким образом росло использование Facebook на мобильном и росло использование Facebook на вебе. То есть видно, что, собственно, Facebook на мобильном начал развиваться только в 2007 году. Соответственно, здесь давайте поговорим о том, что же такое платформа. То есть платформа – это то, что дает разработчикам возможность распространения их приложений и их продуктов. То есть в 80-е и 90-е все писали приложения или программы для компьютеров. Соответственно, начиная с 2000-х начали писать программы, которые работают непосредственно в браузере. Сейчас достаточно большое количество программ работают непосредственно в браузере. Браузер сейчас является, наверное, таким основным окном для входа, для очень многих разработчиков, для общения со своими пользователями. Соответственно, начиная с 2008 года, когда появились крупные мобильные платформы, это iOS и Android, начали писать активно приложения для мобильных телефонов. И, соответственно, где-то с 2009 года, собственно, появился класс социальных приложений, как мы их называем. То есть разработчики начали создавать приложения для социальных платформ. И, соответственно, Facebook является самой крупной, самой большой, быстро растущей социальной платформой. И появился целый класс социальных приложений, которые начали развиваться где-то с 2009 года и сейчас очень активно растут. Вот то, что вы видите, это то, как, собственно, выглядит изнутри платформа Facebook. То есть Facebook представляет собой систему связей. Каждый объект в Facebook связан с другим объектом у нас на платформе. Если говорить просто, есть ваш профиль. Это одна точка в нашем социальном, собственно, в социальном графе Facebook. Профиль ваш связан с профилями ваших друзей, с профилями тех, за кем вы следите, со страницами, которые вы читаете. И, соответственно, вот все эти связи для всех профилей, для всех сущностей на платформе и представляет собой социальный граф. То есть, вот действительно, если визуализировать то, как выглядит платформа Facebook, то выглядит она примерно вот так вот. Поэтому мы очень любим внутри рисовать вот такие вот всякие связи. Соответственно, как, собственно, платформа развивалась? Платформа появилась в 2007 году. То есть, достаточно, Facebook достаточно рано стал платформой. Достаточно рано открыла API для сторонних разработчиков. Первый продукт, который появился на платформе и который стал популярным, и который разработчики стали широко использовать, это, собственно, Facebook Connect. Facebook Connect – это возможность для сторонних сайтов и сторонних приложений получить доступ к профилю пользователя. При согласии пользователя получить, собственно, доступ к персональным данным пользователя. И использовать эти данные либо для персонализации опыта пользователя на самом сайте, либо, собственно, для создания и увеличения аудитории приложений внутри самой платформы, на самом Facebook. Соответственно, первое, безусловно, самое популярное приложение, которое возникли на Facebook, это были социальные игры. То есть, пионером и таким первым большим игроком на платформе была компания Zynga. После нее появилось множество других интересных компаний, про которые я сейчас расскажу, которые активно используют, собственно, платформу Facebook для создания различных приложений и для получения доступа к огромной аудитории Facebook во всем мире. Следующий важный шаг в развитии платформы в 2010 году появилась кнопка «Мне нравится». И, собственно, кнопка «Мне нравится» была очень важной для платформы, потому что позволила активно интегрировать социальные плагины Facebook сторонним сайтом. При этом кнопка «Мне нравится» была создана, в простейшем варианте, была создана как очень простой iFrame, который интегрируется на сайты легко и буквально одной срочкой кода. И, собственно, сейчас порядка 10 тысяч сайтов во всем мире устанавливают себе социальные плагины Facebook каждый день. То есть, собственно, кнопка «Мне нравится» получила мгновенное, очень быстрое распространение в силу своего удобства и в том числе в силу того, что пользователям было понятно, как она работает. И что же произошло, собственно, в 2011 году? Мы запустили проект, то есть важную часть платформы, которую мы называем OpenGraph. Что же такое OpenGraph? Если раньше пользователь мог… кнопка «Мне нравится» была для пользователя неким единственным и универсальным действием, которое пользователь мог совершить на сторонних сайтах. То есть вы прочитали статью, она вам понравилась, вы нажали на кнопку «Мне нравится», эта информация ушла в ваш профиль на Facebook. Но при этом единственное действие, которое вы могли передать Facebook, это, собственно, действие «Мне нравится». То есть это был единственный формат действия, который мы, собственно, позволяли сторонним сайтам использовать. Сейчас мы запустили OpenGraph и позволяем разработчикам создавать неограниченное количество действий и неограниченное количество объектов. И вся эта информация может быть отправлена в Facebook. То есть, например, если разработчик создает игру, и в этой игре есть определенные действия, например, да, действия, я не знаю, я купил корову или я, там, я не знаю, посадил дерево. И все эти действия и эти объекты, посадил дерево, могут быть отправлены в Facebook, в ваш профиль. То же самое, это может быть, то есть самая, наверное, популярная интеграция с OpenGraph, это интеграция музыкальных сервисов, когда вы можете слушать музыку в сторонних приложениях, и информация о том, что вы эту музыку сейчас послушали, также отправляется в ваш профиль Facebook. Для того, чтобы вся эта информация отправлялась в ваш профиль Facebook, достаточно дать разрешение стороннему приложению, которое будет за вас как бы складировать, сохранять список всех тех действий, которые вы в рамках этого приложения совершили. При этом, безусловно, все это достаточно гибко настраивается, то есть вы можете указать, какие действия вы хотите отправлять в Facebook, какие не хотите, то есть и, собственно, в том числе удалять уже совершенные действия и делать так, чтобы они не показывались у вас в профиле. То есть, безусловно, для нового формата действия на платформе предусмотрен в том числе и новый формат распространения этой информации, потому что Facebook оценивает качество своей платформы по тому, какой, ну то есть какой уровень распространения и какое количество переходов и кликов с платформы мы отдаем сторонним сайтам и сторонним разработчикам. То есть наша платформа настолько хороша, насколько разработчикам интересно на ней создавать какие-либо новые приложения. Соответственно, под новый формат, под новость на платформе было, собственно, запущено несколько изменений в продукте, то есть, безусловно, вы все слышали уже про хронику, новый формат профиля, были запущены изменения в ленте новостей и, собственно, был запущен лента новостей в реальном времени, которую мы называем тикер. Соответственно, если мы говорим про новый формат профиля, про хронику, то все те приложения, новые Open Graph приложения, которые пользователи себе устанавливают, они отображаются у него в хронике и, более того, в этих приложениях, у него в хронике, и, собственно, сохраняются все те действия, которые пользователь в рамках этих сторонних приложений, собственно, совершил. То есть, как я уже говорила, дополнительными новыми каналами для распространения подобных приложений, собственно, стали измененные алгоритмы ленты новостей и, собственно, тикер. То есть, это у пользователей, у которых больше определенного количества друзей, собственно, есть небольшая лента новостей в реальном времени, где, собственно, куда в том числе и падают в реальном времени все эти действия, которые пользователь совершил в рамках приложения Open Graph. И если эти действия можно агрегировать, то есть несколько действий, то они, собственно, появляются в агрегированном виде в ленте новостей. Теперь возвращаемся к тем компаниям, которые активно работают на Facebook и как они работают, насколько они успешны, насколько хорошо у них, собственно, получается работать на Facebook. То есть, есть несколько, на самом деле, звезд на нашей платформе, которые, может быть, менее известны, нежели такие компании, как Zinco, но, тем не менее, являются прекрасным примером того, каким образом платформа Facebook позволяет разработчикам создавать действительно заметные крупные компании в течение совершенно небольшого периода времени. Есть, например, достаточно известная компания VUGA. Это крупнейший производитель социальных игр в Европе. Они находятся в Берлине. Были созданы в 2009 году. У них всего 120 сотрудников. И сейчас на платформе Facebook у них 49 миллионов пользователей в месяц. Из них 11, практически 11,5 миллионов пользователей заходят в игры VUGA каждый день. И, соответственно, VUGA сейчас является вторым по величине разработчиком Facebook. Еще одна компания, которая буквально вчера стала третьим по величине разработчиком на платформе Facebook, это King.com. Это довольно… То есть, компания была создана в 2003 году в Лондоне, но они начали разработку и создавать игры на Facebook только год назад. И уже сейчас у них порядка 37 миллионов активных пользователей в месяц и 9,5 миллионов активных пользователей в день. Это тоже игровики, известные игры. Есть много других новых интересных компаний, игровых прежде всего, которые активно ведут разработку на Facebook. В частности, прекрасный пример того, каким образом новый формат приложений на Facebook позволяет активно вырасти, является, собственно, компания Spotify, которая интегрировала возможность отправлять в Facebook информацию о том, какую музыку вы прослушали. Соответственно, в России и в Украине Spotify заменяет компании звук и Яндекс.Музыка, которые также интегрированы с Facebook. И теперь любые песни, которые вы слушаете на этих платформах, могут быть отправлены автоматически в ваш профиль в Facebook, чтобы ваши друзья всегда видели, что же вы сейчас слушаете. Если вы не хотите, чтобы они это видели, то вы, соответственно, можете либо удалить эту информацию, либо отключить это приложение на время или навсегда. И здесь, собственно, на этом графике показано, каким образом тот момент, та точка, когда, собственно, Spotify включил интеграцию с Open Graph, как это повлияло на рост их пользователей на платформе. Здесь достаточно интересный пример российской компании Playtica, которая, собственно, работает на всех трех платформах. Она работает на Facebook, у них есть приложение ВКонтакте, есть приложение на Mail.ru в том числе. Соответственно, если мы посмотрим на ВКонтакте, то в день в Playtica заходит в приложение порядка 190 тысяч пользователей, в месяц это 600 тысяч, и, собственно, соотношение дневных и месячных пользователей 30%. Если мы посмотрим, собственно, на Mail.ru, то дневная аудитория – это 90 тысяч, аудитория в месяц – порядка 370 тысяч, и соотношение, собственно, дневной аудитории с месячной аудиторией – 25%. И, соответственно, если мы посмотрим на Facebook, то на Facebook у Playtica порядка 2 миллионов пользователей в день, в месяц около 7, всего инсталлов 15 миллионов, и соотношение дневной и месячной аудитории – 29%. То есть это, в принципе, наверное, достаточно яркий пример того, насколько больше Facebook как платформа именно с точки зрения объема аудитории. И прежде всего очень важно понимать также, что когда вы разрабатываете на Facebook, вы разрабатываете не только для украинской аудитории, вы разрабатываете не только для русскоязычной аудитории, вы разрабатываете для международной аудитории. Поэтому изначально на платформе в рамках API предусмотрены варианты для перевода, собственно, всех действий ваших приложений на разные языки. И мы всегда рекомендуем, когда, если вы запускаете приложение, мы рекомендуем его запускать, в принципе, обязательно на нескольких языках, минимум на двух, на трех. Безусловно, самая, наверное, растущая, и самая крупная, самая большая аудитория на Facebook – это, безусловно, англоязычная, испаноязычная, очень много немцев, турков, и, в принципе, на самом деле, довольно активно развиваются, наверное, все такие крупные языковые группы. Еще важный момент, который мы сейчас начинаем разрабатывать, мы, безусловно, видим очень большой сдвиг в сторону использования Facebook на мобильном, и нам важно, чтобы у разработчиков была, собственно, возможность создавать приложения для всех платформ и работать с приложениями для всех платформ. Поэтому OpenGraph, как система, работает, то есть она может получать информацию из, собственно, с обычных сайтов, то есть со стандартных приложений, которые работают на вебе, в том числе с мобильных сайтов и, соответственно, с мобильных приложений. И вся эта информация, которая собирается с Facebook через OpenGraph, в том числе распространяется в мобильных приложениях Facebook, на мобильном сайте Facebook и, соответственно, на основной веб-версии Facebook. При этом, безусловно, если мы говорим о мобильных платформах, то одной из важных проблем, наверное, которой сейчас разработчики сталкиваются, это, собственно, проблема фрагментации. Потому что, когда вы запускаете приложение, например, на мобильном, вам обязательно его нужно сделать, чтобы у вас, наверное, была просто мобильная версия, нужно сделать, чтобы у вас было приложение на Android, нужно сделать приложение для iOS. Тогда как, если вы работаете с Facebook, то Facebook, собственно, позволяет создать одно приложение, которое, в принципе, работает и на вебе, и на мобильном. И при этом получает дистрибуцию, как я уже говорила, во всех, собственно, каналах, где пользователи используют Facebook. То есть на вебе, на мобильном вебе и, соответственно, во всех приложениях Facebook. У Facebook сейчас есть приложение для всех абсолютно платформ. И, соответственно, если говорить о том, каким образом пользователи находят сейчас приложение в мобильных приложениях или же, собственно, на мобильном сайте Facebook, то есть два канала распространения. Первый канал – это, собственно, вкладка «Приложения», который находится в основном меню пользователя на мобильном сайте или же в мобильных приложениях для iOS и для Android. И, соответственно, второй основной канал распространения для многих пользователей – это, собственно, их лента новостей, куда падают публикации от тех игр, в которые играют друзья-пользователи. Соответственно, если мы говорим о том, каким образом мобильная платформа Facebook может быть интересна разработчикам, то мы видим достаточно убедительную статистику, в частности, например, приложение Diamond Dash, также созданное компанией VUG, у которого есть и мобильная версия, и, собственно, веб-версия. И мобильная версия предполагает возможность, собственно, зайти с логином Facebook. И что мы видим? Мы видим, что те пользователи, которые логинятся с своим аккаунтом Facebook, в среднем примерно в 8 раз, ну, скажем так, вероятность того, что они потратят деньги в этой игре, в 8 раз выше по сравнению с теми пользователями, которые, собственно, не логинятся с аккаунтом Facebook. И, более того, примерно 50% тех пользователей, которые логинятся с аккаунтом Facebook, тратят в среднем 50% больше в этом приложении. То есть, в принципе, мы видим, что, собственно, вот эта вот социальная идентичность, то есть ситуация, когда пользователь логинится действительно со своим логином от Facebook, он повышает и, скажем так, и охоту, и желание тратить деньги в мобильном приложении. Соответственно, наверное, какие-то вот общие вещи, которые я хотела вам рассказать про платформу, я рассказала, и, соответственно, как вообще, то есть, какие возможности есть для работы с Facebook. То есть, Facebook, собственно, платформа, она может быть использована как внутри самого Facebook. То есть, если мы говорим про примеры игр, в частности, то игры – это чистый пример приложений, которые реализованы внутри самого Facebook. То есть, и, собственно, пример, например, Playtik, Zingy, Vugi, King и так далее. То есть, это все приложения, которые работают внутри платформы. Но если мы говорим об успешных приложениях, которые интегрируют Open Graph, то их, безусловно, много и тех, которые работают за рамками платформы. То есть, соответственно, есть компания Pinterest, у которой есть очень удачная интеграция с Open Graph. Есть Spotify, есть Vuk, есть Яндекс.Музыка, есть множество медийных сайтов, которые интегрировали приложения Open Graph и позволяют, например, отправлять информацию о том, какие статьи вы прочитали на этом сайте или какие видео вы на этом сайте посмотрели. Соответственно, это второй вариант возможности интеграции с платформой Facebook. И, соответственно, если мы говорим про третий вариант, это мобильная платформа. И, то есть, безусловно, есть целый ряд крупных мобильных приложений, таких как, например, Foursquare, Instagram. Есть, собственно, у Playtik и у всех крупных игровых приложений. Все эти мобильные приложения позволяют логиниться с аккаунтом Facebook и, в том числе, позволяют отправлять какие-то важные действия из этого приложения вам в аккаунт Facebook, что позволяет вам, например, если мы говорим про тот же Foursquare, вести учет чекинов на вашем аккаунте и, соответственно, создавать некую историю того, где вообще вы были, где вы чекинились, что вы делали. И, собственно, например, все фотографии из Инстаграма или все ваши пины из Пинтереста, в том числе, сохраняются у вас в профиле. Если говорить про самый важный сайт для разработчиков, это прежде всего, собственно, developers.facebook.com. Есть очень хороший блог для разработчиков, который тоже находится по этому адресу. И, собственно, вся информация про платформу, вся информация про изменения в API и про то, что нового мы запускаем на платформе. Все это находится там. И я всем очень рекомендую пойти, посмотреть и почитать, потому что, в принципе, мы активно работаем над платформой, над ее улучшением. И, безусловно, мы работаем прежде всего над тем, чтобы увеличивать дистрибуцию на платформе и давать сторонним разработчикам как можно больше трафика и возможности зарабатывать и расти на Facebook. Это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Но я буду рада ответить на ваши вопросы. У нас еще есть около 15-18 минут на вопросы и ответы. Слишком много времени. Формат следующий. Здесь есть несколько человек в зале из хелп-тима с микрофонами. Вы сидите на своих местах. У кого есть вопросы, поднимайте руку. К вам будут подходить, и вы сможете задавать свои вопросы. Вот здесь вот есть рука. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Оксана. Скажите, пожалуйста, снимает ли Facebook плату за использование ее платформы? Нет. Платформа является бесплатной. Спасибо. Вот там вот есть рука. Меня зовут Станислав. У меня такой вопрос. Какие шаги намерен предпринять Facebook для того, чтобы обогнать по посещаемости ВКонтакте в секвенте Рунета? У нас нет каких-либо определенных шагов, которые мы предпринимаем по отношению к каким-либо другим компаниям. То есть мы занимаемся тем, что делаем наш продукт лучше. И это для нас, наверное, основная и такая глобальная задача. Спасибо. Добрый день. Что это за звуки? Владимир, компания WebCate. А когда на мобильной версии будут доступны приложения? Они уже доступны сейчас. Ну, там страницы, если мы заходим на страницу, то нам недоступны приложения, которые подключены к этой странице. Нету списка. Есть только фотографии и все. Давайте разберемся. Есть, значит, первый момент, который я выделила. Это то, что, собственно, история про то, что вы не видите приложения, привязанные к вашей странице. Да. Для того, что некоторое время назад мы, собственно, убрали отдельные страницы, которые создавались автоматически для приложения. Теперь пользователь может сразу переходить на само приложение. Что касается мобильной версии, то, соответственно, приложение, которое пользователь установил, то есть, например, что происходит? Если у вас, вы пользуетесь, например, приложением для ОС, или вы пользуетесь просто М-сайтом m.facebook.com, и если на вашем телефоне, например, установлено какие-либо приложения, где требуется логин Facebook, то мы эти приложения автоматически видим и прописываем у вас как приложение внутри вашей мобильной версии или же внутри как бы iOS-приложения. Дальше что происходит? Вы видите эти приложения в закладке «Приложения». Там достаточно перейти, собственно, в основное меню мобильного сайта и опуститься немножко вниз. Это первый момент. Второй момент, соответственно, все те приложения, которые вы устанавливаете на мобильной версии, то есть, если вы видите, что ваши какие-то там друзья поиграли в такую-то игру, вы можете кликнуть на нее, собственно, поднимется окошко «Коннекта», стандартное, предусмотренное для мобильных экранов. Вы ее устанавливаете, и она у вас также сохраняется, собственно, в мобильной версии. Катерина, идет речь дело о приложениях, которые на странице бренда. То есть, вы спрашиваете, где находится сейчас приложение на странице бренда? На странице бренда, если мы заходим, то там этих приложений нет. Смотрите, потому что сейчас вы имеете в виду в новом формате страницы, в хронике, я правильно понимаю? В хрониках есть, это там кнопочка появляется. А, в мобильном вы не видите, на странице бренда. То есть, вот этих табов, которые… А, я поняла, да, то есть, табы пока для страниц брендов в мобильном не работают. Когда именно они появятся, я сейчас не могу сказать, но я поняла. Ну, то есть, теперь я поняла, что вы говорили именно о таких приложениях. Еще вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку. Вот здесь вот в первом… Здравствуйте. СММ-агентство Life, меня зовут Тарас. Подскажите, пожалуйста, существуют ли успешные кейсы продвижения украинских брендов в Фейсбук? В презентации их указано не было. Ну, дело в том, что презентация не про известные кейсы продвижения брендов, она про платформу. Соответственно, то есть, есть… Я, как бы, не слежу, наверное, за какими-то активными, успешными компаниями украинских брендов. Есть такой сайт, можно ввести, соответственно, в поиске вы найдете, называется Facebook Studio. Facebook Studio представляет собой набор различных кейсов, собственно, брендов по всему миру с приложениями и с тем, собственно, каким образом бренды могут работать на платформе. Если, например, есть какие-либо успешные примеры украинских брендов, про которые вы знаете, то мы, собственно, готовы их включить в том числе в Facebook Studio. Отлично. Но вот если идет речь о платформе, то вы указывали, если я не ошибаюсь, в презентации пример английской платежной системы. Сравнивали аудиторию с Mayru, ВКонтакте… Это не платежная система, это просто игрушка. Ну, от игрушки. Это игровое приложение, которое работает на всех трех платформах. Это не приложение для брендов. Спасибо. Здравствуйте. Владимир Грухов, компания «Незабаром». У меня такой вопрос. Скажите, вот, когда появится, ну, наладится обратная связь с Facebook по поводу имен брендов? Вот, например, есть торговые марки, которые, ну, имена, получается, имена URL уже заняты, получается. И отправляешь, пытаясь отправить, например, по форме обратной связи с КАМ. Есть специальное заявление, которое вы должны, собственно, заполнять. И где вы должны, собственно, прикладывать следствие регистрации товарного знака. Да, просто как бы уже не раз отправлялись эти сканы от нескольких брендов. Вы заполняли, вы как бы определенную форму заполняли, о которой я говорю, где вы указываете. Форма эта, заполняли, отправляются с КАС. Сколько по времени? Когда вы это отправляли? Ну, смотрите, там обратная связь, в принципе, можно сказать, не работает. Приходит стандартное письмо, что мы не работаем с русскоязычным, так сказать, с украинскими сертификационными агентствами, которые домены. Да, у нас пока, как бы, мы сейчас, я поняла эту проблему, мы сейчас ее как раз решаем, потому что мы сейчас пытаемся, собственно, как бы, ну, то есть вот этот вопрос решить, нам нужно наладить связь, собственно, с теми организациями, которые в Украине отвечают за регистрацию товарных знаков, для того, чтобы мы могли, как бы, да, 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 мы решаем этот вопрос, я в курсе этой ситуации. Вот этот вот страшный звук происходит тогда, когда один из микрофонов что-то там вот ударяется, думая, что он не используется. Это пресс-секретарь номер один троллит. Здравствуйте, Екатерина, меня зовут Алексей. Вопрос, если позволите, по двум конкретным вашим аппликейшенам. Первое, что, собственно, произошло сейчас с Гувалой, то есть как будет она интегрирована, будет ли она интегрирована в Facebook Places, то есть понятно, что часть функционала даже и в помине там сейчас, то есть на каком вот она процессе находится, этапе. И второе, Facebook Comments, что еще более интересно, я просто вот слежу, собственно, за развитием самой платформы. Сам плагин, в смысле, вы имеете в виду? Сам плагин, да, то есть его сейчас… Комментарии в Facebook. Есть ли какая-то информация о планах его развития, потому что большой части функционала, допустим, с тем же дискуссом, хоть мы и не называем чужих людей, ну, отстает. Ну, во-первых, просто я поняла, я, наверное, скажу, что самое важное тоже, мы не комментируем будущие планы, ну, то есть мы, в принципе, их не говорим. Но, что касается Гавала, то, в частности, Гавала, так же, как и ряд других компаний, которые Facebook приобретает, это то, что называется по-английски Talent Acquisition. То есть это, собственно, Гавала и ряд других компаний, которые Facebook приобретает, он приобретает именно потому, что мы верим в талант людей, которые работают в этих компаниях. И мы считаем, что они, ну, то есть будут полезны и очень важны для работы над нашим продуктом. То есть здесь, поэтому подобные приобретения ни в коем случае не говорят о том, что Facebook будет непременно агрегировать, то есть каким-то образом, простите, интегрировать какие-либо части тех продуктов, которые компания приобретает. То есть это, прежде всего, наверное, люди, которые, мы ожидаем, что они придут и будут работать, собственно, над продуктом Facebook и создавать что-то новое и интересное в продукте Facebook, прежде всего. А что касается второго вопроса, то, в принципе, ну, то есть на самом деле мы, наверное, открыты комментариями относительно того, что не работает или не нравится в комментариях Facebook, но, как я сказала, мы не можем комментировать будущий план. То есть мы запускаем что-то и уже после этого говорим о том, что мы это запустили. Добрый день, Екатерина. Меня зовут Владимир. У меня такой вопрос. Я здесь. Здрасте. Здрасте. Вот. В прошлом году был введен такой показатель для брендовых страниц, обсуждает это. Довольно-таки мощный и полезный инструмент. Планируется ли такой инструмент для обычных профайлов, ну, обычных людей? То есть, мне кажется, если бы он был, он бы показывал, ну, скажем так, каким-то образом лидеров мнений, активность людей, как читают этот профайл и так далее. Планируется ли такое вот? Здесь, наверное, мне кажется, нужно разделить для профиля и вообще две сущности, да? То есть первая сущность – это люди, которые используют Facebook для того, чтобы общаться со своими друзьями и семьей. И большей части подобных профилей, собственно, настроены, внесены определенные изменения в настройки конфиденциальности таким образом, чтобы большая часть людей не видели никаких публичных обновлений от этих профилей. И, соответственно, безусловно, для этой части и аудитории Facebook, которую на самом деле составляет большинство нашей аудитории, безусловно, такие механизмы, наверное, не являются релевантными. Но есть, соответственно, другая часть – это те люди, у которых включены подписки в профилях. И я уже достаточно давно услышу вопрос, запросы от таких пользователей. Прежде всего, им хочется понимать некую статистику подписчиков, то есть им важно понять, иметь похожую статистику, которую, собственно, имеют страницы. И, безусловно, вот, наверное, какие-то еще инструменты, про которые вы говорите. Но, опять же, здесь это очень понятные запросы, но я не могу, наверное, комментировать, когда и если мы это запустим. Но это, безусловно, достаточно большая группа пользователей на платформе, которые набирают подписчиков, и которым, конечно, важно это анализировать и, собственно, понимать, каким образом и где их упоминают и так далее. То есть мы, в принципе, понимаем эту необходимость, скажем так. Здравствуйте, Екатерина. Борис Клодорковский, Нетократ Коммуникейшнс, город Одесса. Мне кажется, что Facebook достаточно грамотно работает с накруткой, именно маркетинговой накруткой лайков, таких показателей, ну, как показателей. Собственно, отрубив возможность поставить вот вкладкой, ну, получить трафик бесплатно. Вы поняли, да, о чем я говорю? Ужесточив правила проведения конкурсов, когда нельзя при помощи лайков привлекать людей на конкурсы и так далее. Вопрос. Сейчас наблюдается тенденция, такая же, как наблюдается на последние, там, 10 лет в развитии поисковой оптимизации, когда лайки начнут продавать с молотка, точно так же, как продают ссылки и прочие, ну, прочие вещи. Как Facebook относится к этому и какие, возможно, планы для того, чтобы не превратить вот этот инструмент, достаточно полезный лайки, да, в обычную, вот, ну, по замерку, которая, которая покупается, продается с пачками. На самом деле, в принципе, я думаю, что возвращаясь к предыдущему вопрошающему, да, то есть, собственно, одно из подобных инструментов было, собственно, введение метрики обсуждают это, да, то есть дело в том, что если мы говорим о продаже или покупке каких-либо лайков, да, то есть про сути поклонников страницы, мы говорим просто о таком неком механическом увеличении количества числа поклонников страницы, но при этом формат, то есть метрика обсуждают это, говорит о том, какой процент пользователей действительно, ну, то есть действительно активно обсуждает эту страницу и, соответственно, является неким очень важной метрикой для бренда, которая позволяет понять, какой же процент аудитории на странице действительно является той аудиторией, которая, собственно, распространяет информацию об этом бренде. Потому что самое важное в, собственно, их страницах Facebook, наверное, в любой коммуникации бренда или организации на Facebook со своими поклонниками или со своей аудиторией заключается в том какой процент этой аудитории является активной потому что он собственно дальше разносит эту информацию является собственно самым эффективным наверное рекламу то есть собственно носителями рекламы информации об этом безусловно у нас есть ряд вариантов ряд возможностей на платформе который мы тоже не говорим потому что говорить мы об этом говорить об этом неправильно для того чтобы собственно предотвратить возможность злоупотребления этими возможностями катерина добрый день максим саневскими зовут вопрос по поводу вашего картофель фического сервиса точнее не вашего а бинга который интегрирован фейсбук при создании строк в украине бинг он как бы существует как сервис не работает и когда вы понимаете проблему когда мы создаваем страницу какого-то бизнеса если хотим его привязать как конкретной конкретной географической точки это невозможно если единственная возможность создавать страницу создавать точку потом получать у вас права на эту точку потом еще мерджить ну то есть процесс может растянуться на несколько месяцев иногда что делать в этой ситуации кажется тоже нужно разбить на два потому что вопрос был состоял он в том насколько адекватны карты бинг для что делать что мы мы в принципе думаем о том как с этим работать потому что такой проблем с такой проблемой мы в принципе сталкиваемся не только в украине но и в других странах в том числе будут ли какие-то инструменты для разработчиков которые будут давать возможность указывать на прямую географическую точку мы это не самая большая проблема про дело в том что сейчас принципе в и пиа ввели возможность ну то есть мы развиваем и 5 в том числе и в картографическом направлении и то есть если правильно понимаю вам нужно ваша задача состоит в том чтобы при создании страницы вы могли указать графические кабинута даже графические координаты и соответственно автоматически вам будет установлен место на карте которого присвоите то или иное название то есть на самом деле есть приложение которое сделано по моему сторонний разработчик который называется location то есть который позволяет сделать уже сейчас без собственной интеграции на платформе но я я посмотрю я пришлю вам ссылку спасибо последний вопрос катерина здравствуйте меня зовут александр у меня достаточно простой вопрос планируется ли открытие украинского представительства понимаю что передать его вы вряд ли сможете это комментировать но все же поэтому просто как страшно у нас тогда если еще на один вопрос вот пожалуйста добрый день михаил компания форс у меня вопрос продолжает вот те вопросы по поводу злоупотребление лайков вопрос следующий если мы говорим о том что у нас вирусная механика и достаточно правильно не злоупотребляет и так далее как нам правильно поступать как разработчику до компании которая проводит конкурсы и защититься от банов автоматических которые как бы делаются фейсбуком и заполняем форму нас разбанивают так продолжается на то что фейсбук банит в ситуации автоматические баны они срабатывают на пользовательский фидбэк то есть фейсбук никогда никого не банят автоматически просто так потому что нам вдруг не понравилась ваша механика мы баним в ситуации когда пользователи например либо отмечают то есть либо удаляет приложение либо закрывая посты от него ну то есть мы баним по определенным пользовательскому фидбэку на самом деле может тогда уточнить какое количество пользователей да как нет ну то есть это опять же как бы мы в принципе то есть есть большой опыт работы со всей платформы с большим количеством пользователей мы в принципе есть определенные алгоритмы которые позволяют нам понять насколько это приложение является хорошим и соответственно ну то есть есть какие-то false positives конечно то есть когда мы это делаем не всегда правильно но тем не менее мы стараемся их количество уменьшать и время этого слота и стекло давайте поблагодарим еще спасибо вам хорошего вам сегодня спасибо вам